Традиционно тематические приемы – это диалог. В ходе него первый заместитель главы муниципалитета Дмитрий Волков старается не только вникнуть в проблему, но и найти пути ее решения. Вам какое нужно лекарство в поликлинике? Фемар. Фемар? Да, да. У меня просто медикаментозная аллергия. У меня противопоказаны аналоги. Но есть же заменители. Заменитель мне выдавали, у меня на него реакция была. Ряд тяжелых заболеваний, таких как онкология или сахарный диабет, находится на особом контроле руководством муниципалитета. А потому именно к таким посетителям повышенное внимание. Лечение необходимо, и чем оно раньше начнется, тем, на сбоку, оно приведет к более положительным реакциям. Поэтому наша задача, конечно же, жителям обязательно в порядке помогать. Главная проблема, с которой обращаются жители – отсутствие возможности приобретения льготных медицинских препаратов. Сейчас пойду как раз, иду на прием к врачу. Нет лекарства, значит, идешь, покупаешь. Наметить решение некоторых вопросов удается прямо в ходе приема, сделав звонок ответственному должностному лицу. У нас какие-то проблемы с растворами по диабету, с лекарствами. Вот амбулатория Горки-Ленинский. Говорят, что приходится покупать сами. Вы тогда разберитесь. Хорошо, что вы мне сказали. Разберутся, я жительный контроль возьму. Многие жители приходят на прием не в первый раз, и не потому, что проблема не решается. С течением времени возникают новые вопросы, и граждане точно знают. Здесь они найдут понимание. Что приятно, что результативные разговоры, какая-то сразу реакция. Это не только сегодня. Я до этого к нему приходила с другим вопросом. Даже с чужим вопросом прихожу. И есть надежда, что он решится, и на самом деле решается. Помощь в получении редких или дорогих лекарств в администрации Ленинского района оказывается на постоянной основе. У нас в муниципалитете создана комиссия. Как раз-таки мы оказываем материальную помощь, чтобы помочь таким людям, находящимся в трудной, по-другому не скажешь, жизненной ситуации, с определенным диагнозом, чтобы постараться, и мы это делаем, компенсировать. Те, кто понесли затраты на тот период, когда их не было в аптеке, не расторговали, мы им компенсируем. На эти цели в муниципалитете выделено порядка 4,5 миллионов рублей, а адресную помощь в этом году получили 122 жителя. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.